Олимпиада стала катализатором развития всесезонного курорта, отметили участники первой международной научно-практической конференции Олимпийское наследие Сочи определяет точки роста, которых, кстати, у города еще немало. Свои креативные идеи и предложения по использованию пустолимпийского наследия сегодня озвучили ведущие российские зарубежные эксперты, организаторы спортивных мега-событий, а также студенты Олимпийского университета, среди которых и первый заместитель главы города Сочи Анатолий Рыков. Нам надо ответить на главный вопрос, что мы хотим видеть от Сочи через 10, 15, 20 лет, каким мы видим этот город. Не только с точки зрения местного жителя, которому здесь должно быть комфортно, но и с точки зрения всей страны. РМУ в этом плане действительно уникальный сегмент, это уникальный университет с точки зрения изучения практики и крупных международных событий. И действительно мы благодаря нашим коллегам очень многие идеи воплощаем на территории Сочи и получается, на наш взгляд, неплохо. Среди спикеров конференции и сами участники Олимпиады Илья Авербух выступит перед аудиторией с докладом «Олимпийское наследие как основа достижения спортивных целей и результатов». Обсудят и олимпийский туризм как олимпийское наследие, а еще жаркие и зимние взбодрили маркетинг. И это тоже эффект Олимпиады, отмечает команда молодых исследователей, объединенных разработкой новых идей и научных проектов для развития Центра Олимпийского наследия. Сегодняшняя конференция для нас представляет особый интерес, кроме всего прочего, еще и потому, что это первая попытка осмыслить реальные результаты Олимпиады. Результаты долгосрочные, краткосрочные и среднесрочные. Мы хотим взглянуть в перспективу, определить так называемые точки роста. Самые интересные предложения будут опубликованы в виде сборника, а самые достойные доведены до правительства страны. Инга Габешия, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.